900 свечей, по одной на каждый день ужасного положения, в котором оказались жители Ленинграда. Столько символических огней зажгли у Стеллы город трудовой доблести. С сентября 41-го по январь 44-го ленинградцы жили в ужаснейших условиях. За время блокады от голода, холода и обстрелов умерло почти 650 тысяч жителей. А по другим данным, не менее 1 миллиона человек. Десятки тысяч умерли во время эвакуации. Но даже в таких тяжелейших условиях трудящиеся города давали фронту вооружения, снаряжение, обмундирование, боеприпасы. Другие города старались поддерживать ленинградцев, принимали эвакуированных и отправляли гуманитарные грузы. Не остался в стране и Куйбышев. Сегодня в городе живут 87 участников тех страшных событий. Почти 900 дней город держал страшный удар. Город испытывали жуткими бомбежками. Город испытывали холодом и голодом. Но он не сдался. Он продолжал работать, он продолжал жить и ждал победы. И он дождался этой победы. Сегодня наши с вами уже современники с оружием в руках, ценой своих жизней доказывают мир и справедливость. Дорогие мои, а наша с вами задача приближать победу, победу по всем фронтам. В этот вечер прозвучала и знаменитая седьмая ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. Именно это произведение навсегда связало два города – Куйбышев и Ленинград. Легендарный композитор закончил произведение на территории Волжского города. Здесь же впервые на весь мир прозвучала эта мелодия, которая пропитана героизмом, мужественностью, храбростью жителей Невского города. Это мощное произведение, глубокое произведение. И бывает, вы знаете, разные трактовки есть у музыковедов. Но то, что симфония в веру, в веру в силу духа человека, в победу человечества, доброты над злом – это безусловно. А это самое главное. Поэтому и симфония в блокадном Ленинграде дала возможность людям поверить в победу. Также участники акции почтили память павших тех, кто ценой своей жизни обрек на провал планы врага по уничтожению Ленинграда. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.